Меня зовут Андрей, приехал из Минска. Да, слушайте, на ретритах был в прошлый раз, на московском ретрите, который был. Все зашло, все понравилось, понял в чем смысл, понял в чем интерес и я понимаю, что с помощью этого можно двигаться дальше, причем ускоренно. Я, в принципе, это и раньше тогда говорил, но сейчас оно с каждым разом раскрывается по-разному и по-новому и понимаешь, что это движение. Почему принял решение и когда принял решение? Решение принял еще тогда, когда уехал с того ретрита. Что тебе нужно еще раз приехать? Да, это ощущение, то есть так это на словах не передать. Ну, собственно, тогда я, собственно, и принял решение, и дал согласие свое, ну и все, и с ожиданием ждал этого. Собственно, вот я и здесь. Как для тебя раскрылось это мероприятие? Что ценного здесь открыл для себя, взял? Блин, ну это в двух словах вообще-то не рассказать. Ну, здесь все ценные, вот так скажем, даже просто тупо подняться на горку, это тоже ценные. Вот. Покупаться даже вот здесь вот после бани, то есть это тоже ценные. Вот для понимания, насколько здесь кайфово, ты выходишь с бани, это вот я сейчас за себя говорю, ты выходишь с бани горячей, тебе хочется одновременно полоснуться и попить, ты плывешь и пьешь одновременно, то есть вот такая вода для понимания, это правда. То есть тебе понравился наш формат перезагрузки, когда мы переместились из ретритного центра в дикие вот эти места Алтая? Конечно. Как тебе здесь? Отлично, все супер, дикая классная природа, чистая вода, прям в прямом смысле чистая, вот она прям вот, ну если вот видно, то да. Вот. Горы, подымаешься на горы, это тоже соответственно определенный ритуал какой-то, когда там прям вот не видно эту гору, ну и вот туда в общем. Там два или три часа подымаешься, то есть вроде как бы что из такого подняться на гору, но как оказывается это, да как это передать, я не знаю, ну это классно. Подымаешься на гору, подымаешься на горе и, во-первых, вид, ощущение, понимание, осознание, все вот такие вот вещи приходят, и все это в кучу, это и есть отдых, перезагрузка. Андрей, а давай оставим послание тому человеку, тому Андрею, который, возможно, посмотрит этот отзыв, это видео через какое-то время. Что бы ты сам себе отправил туда, вот из этого дня? Запечатлел, заикорился с чем? Крутой вопрос. Что бы я сейчас заикорил, сказал бы, послал бы себе на будущее, двигаться дальше, не сдаваться и верить себе и прощать себя в себя истинного, вот, и двигаться без остановки, потому что каждый день, каждая ситуация, каждая обстановка, каждый человек, каждая ситуация, это что-то дает раскрытие тебя и продвижение себя как нового познавания, скажем так. Скажи, а как для тебя Светлана открылась или продолжает открываться как мастер, как человек, кто организовывает эти мероприятия, какое ее качество или качества для тебя сейчас максимально привлекательны? Почему именно к ней приезжаешь на ретрит? Почему именно к ней? Мне почему-то всегда, я много кого смотрел раньше, даже до первого ретрита, но вот почему-то она мне откликалась и она мне зашла. Ну вот ее видение и при подношении информации так, как она ее видит, она мне больше всего заходит, то есть она мне близко, то есть она откликалась, я даже помню, там был определенный канал, откуда, в принципе, я ее, собственно, и нашел. То есть там много всяких людей были, которые ввели свои каналы и все вот эти вещи, но вот я почему-то, ну понятно, по каким причинам я перешел к ней на канал. От тех каналов даже отписался, даже не стал на них смотреть, потому что я понял, что это не мое, а мое именно вот этот, заходил сюда на Лавровый канал. Какие качества? Ну давай, да, в качество какое-то сформулируем, вот емко объединим, что зацепило в ней? Да много чего, я так емко-емко, допустим, вот как я это вижу и она почему-то понимает все, я вот так сказал, вот странно даже, как я сказал, почему-то понимает все. Не знаю, почему ты сказал. А как для тебя это открывается, как то, что она понимает все, как это влияет на тебя? Как это влияет на меня? Да очень просто, это как будто моя опора раскрытия меня. Она и на видео всегда говорит, то есть это, но это чувствуется, то есть я понимаю, что с помощью ее я познаю себя, открываю себя. Ну и традиционно давай отправим на путствие тем ребятам, которые смотрят канал Светланы и, возможно, тоже хотели бы присоединиться к ретритам. Стоит ли ехать? И если ехать, то какое пожелание ты бы мог сказать им перед поездкой? Ну ехать стоит однозначно. Почему? Потому что ну это понять, надо прочувствовать, то есть это будет по-любому. Даже если не хочешь развиваться, вот просто не хочешь развиваться, вот просто хочешь съездить побалдеть, тоже стоит. Это первое. А какое напутствие? Да блин, это так не передать в двух словах. То есть это не про то, это про другое. То есть ну это круто. То есть это по-любому. Если хочешь развиваться, то однозначно надо ехать. То есть если надоело, скажем так, та жизнь, в которой живешь, которая не нравится. Либо не нравишься себя ты такой, какой ты есть на самом деле, то есть вот, пожалуйста, есть возможность и вариант стать тем, кем ты хочешь, как минимум другим. То есть по-любому сюда приехав, ты уже будешь по-любому другой. Спасибо тебе большое. Я очень рада, что мы видимся регулярно. Надеюсь, эта тенденция сохранится и мы встретимся на следующих ретритах, мероприятиях Светланы Лавровой.